Скажи И знание страшит Но манит и зовет Меня вдали маяк Пора бы, скажи Мой милый друг Где пища для души Добрый вечер, дорогие друзья, слушатели Сегодня у нас в эфире А вот здесь некоторые мешают, между прочим Сегодня у нас в эфире Уже второй раз, повторно Потому что он был вместе с Масловым Кукин Вячеслав Вениаминович Кукином никогда не был Кикин, простите Не прощу При Петре первого голову и назад Все так и начинается Вот у нас всегда, почему-то начинается Все обязательно с каких-то противоречий Кикин, значит Сейчас Нейропсихолог Нейропсихолог Нейропсихолог, он же доктор наук Он же академик, он же профессор Ну, я не знаю, какой академии Сложно очень, ну, какой-то европейской Этот человек Да, прежде чем начать передачу Я как бы, я же познакомилась с ним раньше С этим человеком Вот, и Просто на себе Проверка на себе с этого и начну А потом дальше мы включимся Вот, вы знаете Какое-то у меня такое было Ну, жуткое настроение И вообще чувствовала я себя как-то так Ну, не очень хорошо Ну, знаете, бывает как, да? Почти где-то до пресняк И вот позвонил мне Вячеслав Вениаминович И говорит мне, значит Мария, почувствовал что ли Закрой глаза Значит, я закрыла глаза И дальше он мне там Ну, рассказал одну картинку Я не буду ее пересказывать Вот, и что интересно Можно я добавлю? Да Я, зная квантовый переход Квантовый переход не тот, который разрушает А тот, который переносит человека В седьмое измерение Я отправил вас в седьмое измерение пространства Ну, короче Где сходятся настоящее, прошедшее и будущее В одной точке Короче, отправил меня в воображение Я как-то там на Алтай Вот, видимо, там близко где-то гора Белуха была Возможно, может там что-то Вот, и скажу честно Что после вот всего того, что я там увидела Я почувствовала, как мне стало горячо И вот как-то открылось Ну, там что-то открылось Что-то стало легко Такое чувство полета Ну, это все прошло А как вы думаете, мистика была? Нет Нет Гипноз был? Нет Да нет, только воображение включено Колдовство было? Нет Спасибо, Боже Я вообще колдовство не знаю Мы работали с вами в виртуальной реальности Да, то есть мы занимались совместным воображением Да То есть вот для меня воображение Это такая реальная вещь, игра Да, то есть я поиграла в сказку И мне стало хорошо Но это все как бы вторично А вот последствия Вот сейчас я возьму и расскажу последствия А тогда я немножко перебью и скажу В рамках этой игры Мы с вами изменили сознание Тот луч фокуса сознания, который является антенной В голове каждого человека И переносит информацию на большие полушарии головного мозга Создавая уже для мозговых функций Возможность чтения реальности Чтение пространства и себя в нем Вот и все А сейчас расскажу, что было потом Я же не говорила Нет, не говорили Мы там, значит, появились действительно образы какие-то такие воображаемые Я уж подумала Может я давно сама воображением не занимаюсь Вот И значит вдруг после этого Ни с того, ни с сего Вот на пустом месте У меня потекли слезы И причем это вот такой просто Я плакала Наверное Ну вот я позволила себе это Причем так сладко, так хорошо плакала Полчаса я так поплакала Это счастье души передало сигналы на ум А ум включил глаза и полились слезы Видите как Мы с вами сразу говорим о последствиях Да Что вообще с этого всего было Конечно, потому что мы же реалисты Да А теперь А сейчас еще расскажу, что было потом Значит, ну поплакать я поплакала А в это время присутствовал мой муж Андрей Видит, я плачу И говорит, кто тебя обидел, да? Нет И он мне тоже рассказывает историю одного плача Ну там еще ситуация случилась И он рассказывает И в результате всего этого Первое, как бы Я просто даже зачитаю Андрей пошел вдруг ни с того ни с сего А, он говорит А вот И он мне рассказал историю Я села и написала рассказ Два плача называется Плач мужчины, плач женщины Которые получились идеальные То есть я просто Вот как это Мне бы даже о Генри сказал Молодец Мария Хорошо написала То есть я написала прозу А мой супруг, значит, послушав все И рассказал А, рассказал он историю Я сейчас просто А он рассказал такую историю Что у нас был период Когда мы Вот он, значит, ко мне приехал И мы только-только поженились И оказались мы В маленьком городке В Подольске Без средств к существованию Ну вот в таком просто Очень тяжелом состоянии И он Мы решили Что он будет поступать В Свято-Тихоновский институт На священника А я решила стать Падею, слышите Вот И вот он по этим всем Как их церквушкам ходил Работал Как это называется Кодилом Маш Ну я не знаю Ну я тоже Человеком Будем говорить так Он был там человеком Человеком И вот, значит А он до этого же был бизнесменом И он человек Который привык только отдавать Он никогда ни у кого Ничего не просил И вдруг он мне рассказывает Что Как он тоже плакал Вот из этого получился Прекрасный рассказ Что в одной В одной из церквушек Там какой-то Ну поп или как он Священник, да Вот ему там После этого Дают приношение Дары Ну там Масло подсолнечное Пряники От души От души Что-то отдают от души Как вы сегодня принесли От души, да Вот там Я прописывался Да Так вот Ну а даже разные люди И вот короче Он говорит Он стоит так Скромненько И значит Вот этот поп Священник То бишь раздает Там своим служкам Этому масло подсолнечное Этому прянички А Андрей там Сзади где-то стоит И вдруг Он раздал все Что хорошее Себе там Сзади кладет Да Там все самое лучшее И вдруг Осталась одна Буханка Серого Я его до сих пор помню Чуть-чуть Причеш Свершего хлеба Ну видно Кто-то принес И вот Я там описала Что священник Подумал Что хлеб-то надо Выбросить Потом Да нет А вдруг Это вот та Вдова принесла Ту последнюю ренту И вдруг Он шарит глазами И видит Андрея И он зовет его И от всего сердца Вот ему дают Эту буханку хлеба И после этого Андрей расплакался Потому что Кто был просвещенный Тот кто дал Или тот кто взял Тот кто взял Он получил блага Он получил блага И он расплакался От благов И он так плакал А я ему рассказала Когда я чего плачу И вот я просто хочу А потом мы уже будем говорить Прочитать стих Который написал Андрей Про мой плач То есть он стихом А я ему прозой Вот так как проза получилась В кино Две странички Ну может кусочек потом Я прочитаю его стих Значит Он считает Что я Вот та женщина Первая причина Лилит Ну наверное Поэтому мне так и достается В жизни Вот и вот он написал такое А клеветана молвой Среди вас стоит Разъяренную толпой Предана Лилит Оправдаться Нет уж сил Да и не досуг Белый свет уже не мил Еще милый Друг Редкие минуты счастья Кол в груди обид Зимних вечеров Ненасти Да желанный стыд Но не вечно огорченье Но не вечен бред Пелена судьбы Вращенье Оборвет свой бег Застрекочет счастье Громко Запечным сверчком Заискрится смехом Звонко С каждым Новым днем Временщик Палач Наветник Ложью прокажен Захлебнулся злобой Сплетник Языка лишен После ночи День настанет Истинный закон После смеха Будет танец После бесприютства Дом А клевета На молвою Голову клонит Облеченная весною Плакала Лилит Вот результат Вашей работы Со мной по телефону Дожденный Прекрасный стих Вы знаете что Интересное Когда У человека Соприкасаются Две Естественные Его принадлежности Ум И душа Получается Микро взрыв Микро взрыв Творчества Созидания И внутреннего Благого Счастья То есть получается Вы сделали нам Взрыв И не только взрыв Мне по телефону Вы взорвали сразу Все Значит что произошло Мой сын Впал в сон На три дня Мой муж Написал Прекрасный Да Прекрасный стих Я написала Прозу То есть Вот Такой Мы занимаемся Уже 20 лет Такой работой Которая называется Делаем Гениев Я не оговорился Ну вот Пожалуйста Стих Корона Он и занимается Тем что В течении Трех Четырех Минут Может Изменить Депрессию На созидании Мы нашли В организме Человека Те регуляторы Заложенные Природой Которые Можно Изменить На квантовом Уровне А теперь Прочитайте Что вы написали Как прозу Как прозу Ну я не все буду Потому что Может какие-то вещи Постесняюсь Да По крайней мере Откровение Души Через ум Да Вот А значит Плач мужчины Смотрите Как интересно Плач лилит женщина А он плач мужчины То есть мы как бы Да наоборот Мой супруг Рассказал мне историю Когда жизнь Распорядилась Так что мы Оказались В страшной Нищете Он пошел В церковь Где работал Бесплатно Келейников В надежде На будущее Поступить В институт На счету Был каждый кусок хлеба В доме Мой супруг Был смирен И выполнял Свою функцию Келейника Старательно И аккуратно И в один из дней Попа Собрав подость Прихожан Стал раздавать Принесенные пожертвования Служителям Кому печенюшки Кому пряники С конфетами Кому маслица Подсолнечная Андрей присутствовал При раздаче Скромно стоял В стороне Лучшее из приношений Священник положил Сзади себя Указуя тем Что он это Оставляет себе И вот все дары Были розданы Служком Осталась одна Буханка Чуть причерствелого Серого хлеба Священник смотрел На буханку И сначала В его голове Промелькнула мысль Что надо бы Выбросить эту буханку Так как ее И отдать-то некому Но потом он раздумал Видимо и стало неудобно Как это выбросить Если это принесено Как дар Может вспомнилась ему Из нового завета Сцена со вдовой Которая отдала Последнюю ренту И тогда он поднял глаза И обернулся В сторону моего мужа Смущенно стоявшего Почти за спиной священника Священник что-то смекнул И подозвал Андрея к себе Андрей подошел Со смиренно склоненной головой И священник С искренним чувством Освобождения Протянул моему мужу Эту заплесневелую буханку Видимо в сердце священника В этот момент Было столько искренности И он вложил эту искренность В булку серого хлеба Протянул ее Андрею так Будто отдавал Не жалея Самое дорогое Жерелье с золотым крестом Что Андрей расплакался Он взял хлеб Быстро отошел от людей В сторонку И плакал Упиваясь слезами Так горько и так сладко Как не плакал никогда в жизни Дело в том Что ему в первый раз в жизни Вот так просто От сердца дали И не важно Что хлеб был черствый и серый Он принял его Как самый большой дар В Андрею в этот момент Смешались сразу все чувства Это была благодарность За просто дар Это была нечаянная радость И неожиданность Это было чувство унижения Жалости к себе Тому униженному И согбенному Который смиренно Принимал этот хлеб И плакал в нем Ребенок и старик В нем плакал Благополучный В бывшем времени Бизнесмен Который привык Дарить цветы и конфеты Женщинам А мужчинам крепкие напитки Плакал благополучный Удачливый Симпатичный молодой человек И мальчик-пастушок Однажды униженный И всегда битый Своими родителями Мальчик, который Стеснялся себя И ему все казалось Что от него воняет Потому что родители Поселили его жить Свинарники В соседней клетушке Вместе со свиньями Которых он должен был пасти И он, улыбающийся И прекрасный в душе Как белый цветок лотоса Вынужден был терпеть Железную развалившуюся Кровать свинарники А кошка, засиженное мухами И постоянное хрюканье Виск свиней А он читал Графа Монте-Кристо Маленького принца Айвенга И в нем жил Юный английский лорд В своих мечтах Лежа на лугу Он уносился В другие страны И времена Он был самым смелым героем Отважным рыцарем И чудесным любовником И он так уносился В своей фантазии Что свиньи были Его армией Его каретой Его свита Его бандой Они воплощались В его фантазиях Страстных любовниц И рыцарей круглого стола Они выполняли Все роли В его фантазиях Которые дополнялись Романами Наверное После таких Возложенных на него На свиней надежд Люди В его представлении Живущие в таком Большом городе Как Москва Были богами Или прекрасными Существами Невероятной красоты Ну вот такой кусочек Как бы и там дальше А еще дальше Вот я хочу Чем закончится этот плач Он длинный Да Вот такое Вот И вот значит Кату Как бы Вот он такой Уже лучше Значит ему Отдали От чистого сердца Целую буханку хлеба Ведь не выбрасывают же Ее свиньям Уж лучше отдать Этому покорному Молодому человеку Который только С виду Казался покорным Но чуял поп Чтобы от этими Ресницами Опущенными Таится гордо И непокорное Нечто опасное Которое иногда Сверкает Как пирожар птицы Или как бриллиант В тысячи карат И вызывал Не жалость А злобу У всех служителей Культа И зависть Поэтому он не поступил Да Представьте себе Бедняка Всего в струпях И лохмотьях Согбенного Измученного Такого почти Мертвеца С замутанной тряпкой На руке Из чистого Белого шелка Да еще Это казалось бы Тряпка Отдает каким-то Дорогим благовониям Напоминающим мира И больно Смотреть на ее Близну И взгляд Притягивает Но не прямой взгляд А некий другой Внутренний взор Заставляет Эта белая тряпка Сосредотачивать На себе Этот внутренний взор Напрягает все И заставляет Вспоминать что-то Такое Что вспоминать Никак не хочется И вот однажды Тряпка чуть слезает С руки нищего А под ней Блестит что-то Огромное Похоже на бриллиант И вот стоит Этот юродивый И плачет На паперти И сам себе кажется И богачом Самым великим Во всей вселенной И нищим Самим богом Забытым нищим Что это были За слезы Слезы Сквозь боль И смех Смех Который превратился В слезы Потому что Стал высшей формой Ужаса О ужас Этот плач Мужчины и мужа Этот плач Мальчика-пастушка И дряхлого старика Покрытого Струпьями Ну вот такой Получился Рассказик Небольшой Ну весь читатель Можно я То есть вот Понимаете Здесь в этом Плачу вмещено Все Вот и старик Какой-то И века Все времена Вмещены И вот этот Мальчик-пастушок Ну то есть И реальные события Можно я будничную скажу Да Я скажу будничную Наверное Вот как Никто Никто Никогда Не исследовал Функции Мозга Человека Молящегося Ну это Которые А вы слушали Вот что это напоминает Вот то что я читала Что это Вот Это что Это Знаете как Там есть какое-то пространство Нет Я бы сказал по-другому Это Ум Ум Ведет Себя По указанию Души Взяв Кисть Чувств Как красиво Значит ум Берет Кисть Чувств Так И ведомый Душой Угу Описывает Для других Умов Угу Соприкосновение С вечностью Значит Есть там Все-таки Есть конечно У меня образ этого Тряхого старика И мальчика Все есть Пастушка Ведь смотрите Эйнштейн Ничего и в голове Не выдумал Менделеев Ничего в голове Не выдумал Циолковский Ничего в голове Не изобрел Это те мечтатели Которые В соответствии С квантовой физикой Так Соединили Свой ум С пространственным Механизмом Вселенского Разума Развития Наук И искусств И описали То Что существует Без них Но уже Описали Своими словами Для человечества Значит так Вячеслав Вениаминович Получается так Что вот просто Сейчас мы Вот здесь Вот на мне Это Пусть верит Вот я принесла Да Плач Доказали Что Вот ваш Этот небольшой сеанс По телефону То есть Ваш разговор Мы всегда Затрачиваем Где-то Три-четыре минуты Больше нам не нужно Из любого человека Делаем человека Другой системой Со мной по телефону Хотя я вроде бы Вот родил Две творческих Вещи Стихотворение И рассказ Который я считаю Достойным Вот Значит А теперь скажите Такую вещь Вот Это понятно Стихотворение То есть Творчество А что еще Можете вы Как человек Вот как я сейчас понимаю Почему мы Хароном вас называем Да Вот просто Харон Я совершенно Сто процентно На самом деле Поверила Что он Харон Значит Дело в том Что если он Харон То это некий Образ Который живет В веках И этот образ В вас живет И работает Вот Вячеслав Вениаминович Это как бы Вячеслав Вениаминович Но в Вячеславе Вениаминовича Есть некий Образ Вот этот Который Вот Сделал то Чтобы Натолкнул нас К тому Чтобы у нас Открылась Вот И написалась Вот эти вещи Что еще Вы можете Я Не могу себя Сравнивать С чем-то Или с кем-то Даже с Михаил С мифологией Я Земной Человек Но Этот Земной Человек Потратил На свое Образование Все Время Без Гульбы Водки И Праздного Какого-то Настроения Курил 25 лет Бросил Не в этом дело Пить Курить Можно По чуть-чуть Ведь ум Убивается Но меня сейчас Не это интересует Меня интересует Наверное Вот что Что вы еще Можете Меня интересует Что вы Вот Сегодня вы Во мне Там открыли Вот я написала Что вы еще Можете Вот можете Вы прямо сейчас На глазах Вот у тех Кто слушает нас Провести со мной Еще какой-нибудь Один эксперимент А в следующий раз Я потом обязательно Скажу зрителям Что со мной Снимайте очки Вот так даже Да Снимайте очки Зачем я сейчас Это делаю А теперь Очень внимательно Посмотрите в камеру Просто в камеру Туда или в ту Нет туда Туда Снотры Зачем Чтобы они посмотрели На ваше выражение А теперь Вдумайтесь Сейчас Без гипноза Уговаривания И НЛП По системе Академика Вернацкого С знаниями Работ Академика Игоря Викторовича Смирнова Моего учителя Мне сидеть как угодно Как угодно Можете двигаться И так далее Я сейчас По вашей Центральной Нервной системе Включу Импульс Гормона Мелатонин Это тканевая Регуляция Я буду спрашивать А как вы это включите Вы не будете меня бить Там Не трогаю Я вообще трогать вас Не буду И даже смотреть на вас Не буду Вот так Мысль материальна Ваша Ваша мысль Очень сильна Я это слышу А не в этом дело Мысль всех людей Сильна Только они не знают Где точка Приложения А что такое Этот мелатонин Простите Это гормон Который образуется Посредством Выработки Эпифиза Шишковидной железой Она Это гормональная Великая железа Лишит голове Это не он Случайно омолаживает Он Американцы Американцы Что сделали Они взяли свиней Подождите Они взяли свиней Вытащили у них Из головы Эпифиз Шишковидную железу Выжали из него Гормоны И сказали Вот вам мелатонин Будем вводить Теперь человеку И он будет молодеть Следующее Люди Сказали себе Ну и что Мы будем похожи На свиней Ведь свинья Это несколько Другое Животное Тогда американцы Сказали Нет Мы можем тогда В лаборатории Сделать синтетический Мелатонин То есть Сделать химическую Формулу Чистую Уже есть она Есть А теперь я Вам скажу Это все Ерунда Ерунда С наших знаний Слушайте внимательно По одной простой причине Мелатонин Вырабатывается Я так и знала В каждой голове Человека Но в разной Совершенно Пропорции Концентрации У одних 4,5 миллиграмма У других 6,5 миллиграмм Он Вырабатывается В молодом возрасте До 12 миллиграмм Процентов А потом падает А не можете сказать Сколько у меня сейчас Прорабатывает 6,8 6,8 Ну это фиговато А я вам вчера Сделал с 4,6 А вот сейчас Сейчас Секундочку Вы будете молодеть На глазах у зала Страшно мне А что тут страшно А теперь вдумаемся Подождите Не перебивайте А теперь вдумаемся Оказывается Солнечный свет Проходя через человека Преломляется В призме Которая называется Эпифиз Шишковидная железа Это она Нет, нет, нет Она внутри головы Внутри головы Впереди мозжечка Между лбом И мозжечком Есть там место Где живет душа Это домик Около эпифиза Это не третий глаз Третьих глаз У человека нет Плюньте тому Кто вам его пробует Открыть Потому что Есть зрительный перекрест Есть экран Флюидного зрения Это медицинский термин А мы по-другому Говорим Экран сна А американцы говорят Экран виртуальной Реальности И он существует А третьих глазов нет У нас там машина У которой Третьих глазов Никем не предусмотрено Поэтому много Шарлатанов Существующих Говорят Я открою вам За деньги То что было У лимурцев И вы третьим глазом Увидите На руке А сколько этих Объявлений в газетах Сколько там Знаете я вам так скажу Мир бестолковых И мир толковых Бестолковый Это фокусный мир Люди живут там Надеясь на фокусы На какие-то там Чудеса Чудеса Да На экстрасенсов Целителей Колдунов Они помогают И экстрасенсы И целители И колдуны Но нет Они могут помочь И на постоянную Но знаете Я вам скажу так Когда у тебя Не работает телевизор То ты То ты Делаешь два действия Или кулаком Бьешь заднюю стенку Это называется Гипноз Это называется Шарлатанство Это называется Экстрасекс И целитель Вот я тоже Экстрасекс Так вот Между прочим Телевизор вдруг Может заработать На всю оставшуюся жизнь И все показывать На эту кнопочку Надо нажать Не-не-не-не Ударить по телевизору Не-не-не Или зовут тогда Механика Который говорит Я по телевизионному делу Мастер Я поменяю вам схемы Я включу в другую Последовательность Я заменю вам Некоторые блоки И вы тогда будете Его тоже смотреть Или на всю оставшуюся жизнь Или опять поломается Так вот Мы как раз Те телевизионные мастера Которые не пользуются Ни гипнозом Ни лекарствами Ни трансами Ни ударами по затылку Мы четко знаем Где какой блок в голове Работает По какой Вячеслав Вениаминович Я хочу вернуться к теме Мелатонин я уже включил У вас сейчас уже Не 6 А уже 9 миллиграмм Как вы считаете Вот сейчас Во рту сладко Ну Ну я тут конфеты ела Стоп-стоп-стоп-стоп Помните когда Вы мне сказали Вячеслав Вениаминович После того как мы С вами беседовали Я через 15 минут Почувствовала себя Девочкой 28 лет Это наверное потому что И вы сказали Какую-то причину Я же рассмеялся По телефону И сказал В человеке Живет два Мозга Один думающий Другой объясняющий Первый дурак Придумывает для себя Все что хочет А другой ему объясняет Я хочу один вопрос Потому что здесь Зрители Они меня знают Да А я же буду еще Выступать И они начнут замечать Уже 12 миллиграмм в сутки А посмотрите Глазами В камеру А до какого времени Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Я вам скажу У вас изменился блеск глаз А посмотрите Ну я так далеко не видел Маленький У нас там маленький Зеркало Жалко зеркало Да у вас лицо другое стало Да Стоп-стоп-стоп-стоп Это навсегда Стоп Навсегда Это когда мы затратим С вами Четыре сеанса И сделаем Не шоу Перевода А работу Закрепления Эндокринных Сигнальных Управленческих Систем На выработку На постоянную Что мы и делаем Вот например У меня Одна из Моих Не пациенток А знакомых Это Главный Редактор Журнала В ритме жизни Это Сургут Она Попросила Вячеслав А сделай меня моложе Я говорю Женя А до скольки У нее определенный возраст Она говорит А до скольки можно Я В течение Полчаса По телефону Перевел Ее Внутреннее состояние Регенеративных Процессов И проявление Ума Через внешность Ой И она говорит Вячеслав Ильич Я в зеркало себя не узнаю Я думаю Что мне 20 А я на самом деле Сделал ей 14 лет А она взрослая женщина Я говорю Знаешь Женя что Скади-ка ты на дискотеку И вечером Уже поздно-поздно Вдруг звонок Вячеслав Ильич Там пораньше Темнеет У нас на 2 часа раньше А позже Она говорит Вячеслав Ильич Ни на одну дискотеку Меня не пустили Охранник сказал Монолеткам Хода нет Мы можем делать Женщин 50-60 летнего возраста По паспорту На внешность 35-28 лет И тогда их не дочери И их внешний вид Сходны Как две Подружки Немножко разного возраста Вячеслав Ильич И у меня таких много Здесь по Москве Я такая Вы же знаете Я уж тайно скрываю Это все Ну что мужу-то моему Вот ему гораздо Он моложе меня А ему не моложе сейчас Вот пусть он старше Стоп-стоп-стоп-стоп Когда он был у меня Да То Он Он Да я вижу То Андрей Был переведен С его согласия На возраст Превышающий 10 лет вперед Вот молодец По мудрости И восприятию И стал Объемным И не суетящимся А вы что Не заметили Да А вы знаете Что я вам хочу сказать Этот путь Мне ладонью Отмечен На высоком обрыве Распутия времен Каждый чем-то своим Объянен И пленен Только ради чего В эту бездну Плюем Чтоб проверить Как скажется В будущем Может быть Но ведь с прошлого Нечего взять А поверить Не сверить Понять Не принять Чем же только Вот душу Скажите унять Человеком Пока что Я буду Чем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok